Английский язык, Rainbow English, учебник, первая часть, седьмой класс. Так, у нас юнит второй, степ пятый и задание третье. Значит так, у нас просто задание. Научитесь образовывать специальные вопросы в Present Perfect и прочитайте эти вопросы. Что нам нужно увидеть? Значит, что сначала идёт вопросительное слово, например, where, потом what, потом how many, how much, how, whose, which и так далее. Потом обязательно у нас в Present Perfect будет стоять heavily has, вот они у нас все. Потом подлежащие, вот мы их все потихоньку видим, the dog, they, I, а потом только глагол в третьей форме. Или же с окончанием иди, если он будет правильный. То есть вот они у нас эти глаголы. Ну, практически все в конце. То есть вот такая структура обязательно при любом вопросе специальном в Present Perfect. И теперь давайте прочитаем, переведём. Where have you been? Где ты был? What have you done? Что ты делал? How many books have they read? Сколько книг они прочитали? How much porridge had the dog eaten? Сколько каши собака съела? Или съела собака? How well have they learned the poem? Как хорошо они стихотворение изучили, выучили. Whose pen have I taken? Чью ручку я взял? Which of the films have you seen? Какие из фильмов ты видел? Why has he come? Почему он пришёл? Who or whom has she seen? Кого она видела? То есть, опять же, сначала вопросительное слово вы видели, потом have или has стоял, потом подлежащее, и только потом глагол в третьей форме. И теперь нам, зная вот эти правила постановки вопроса, нужно сделать be. Дополните диалог. И, в общем, его расскажите. Поехали дополнять. Have you ever been to the USA? Ты когда-нибудь был в США? Yes. То есть, конечно, мы добавляем I have. Вот этот хвостик обязателен, как мы делали вот в упражнении втором. Yes, I have. Но в ответе это звучит просто да. What cities? И ставим вот от такого типа вопрос. Have you been? Ну, обязательно вот этот ту предлог никуда не девается, надо доставить. В переводе в каких городах ты бывал? Вот этот ту переводится в тёфакте как в. I have been to Washington, D.C. and some small towns near it. Я бывал в Вашингтоне, округ Колумбия. То есть, именно в столице имеется в виду, а не в штате. И в некоторых маленьких городках возле него. Второе. Have you read? Read, потому что это третья форма глагола. Have you read any of the Harry Potter books? Ты читал какие-то книги о Гарри Поттере? Yes, I have. То есть, в переводе просто да, но обязательно ставим этот I have. How many books? Have на первом месте, подлежащие на втором и read на третьем. How many books have you read? А сколько книг ты прочитал? I've read three books and liked them all. Я прочитал. Это have спрятался, такой сокращенный вариант. То есть, I've read three books, три книги прочитал, и они мне все понравились. Третий. Has Frank taken any pictures? Has Frank что-нибудь сфотографировал? Yes, he has. Уже ставим has, потому что здесь у нас Frank, подлежащие, то есть, к нему именно этот has относился. Да. How many pictures of the park has he taken? Сколько фотографий парка он сделал? He has taken a lot of them, I believe. Он сфотографировал много их, я полагаю. He has taken, то есть, делаем, опять же, в перфекте. Has Alex spoken to Robert? Алекс разговаривал с Робертом? Yes, I think he has. Да, думаю, разговаривал. То есть, ставим he has, как и вот в этом случае. Has he given him the photos? Он дал ему фотографии. Yes, he has. То есть, короткий ответ на общий вопрос, и мы ставим просто has, как и в варианте вопроса. То есть, да. He has given Robert all his best pictures. Он отдал Роберту все свои лучшие снимки. Has given, то есть, мы опять же делаем через перфект has. И третья форма, глагол give, давать, то есть, given. Роберту не да.